значит вчера когда я покрасил вот эту дверь первым слоем я как бы ожидал что такое получится но рассчитывал на то что прокатит и не прошел праймером вот эти вещи вот смотрите когда в магазине покупаете дверь она с завода про праймере на дно вот эти вот края такие острые праймер впитался и теперь они как бы без праймера видно что это все-таки древесина вот это прессованные бумаги опилки и вчера когда я покрасил дверь первым слоем то все вот эти вот края они стали как зубцы у ножовки то есть пальцем проводишь и она такое шаршавая шаршавая пришлось это все теперь вот таким поролоновым бруском наждачным проходить засендивать немножко зашкуривать и придется вот эту сторону второй раз перекрашивать сегодня чтобы этого не было то вторую сторону я возьму уже просто с краскопульта немножко праймера туда или масляного или водяного и чисто вот эти вот квадратики надо задуть грунтовкой праймером потом когда высохнет через час уже его подшкурить немножко потому что он тоже подымет ворс и тогда уже покрасить просто в один слой краской то есть не нужно два раза красить краской не нужно расход краски делать на два слоя но вот с этой придется второй слой краски покрыть так что на будущее кто будет красить двери либо в магазине обращайте внимание чтобы не было вот это но я замечаю что очень часто в дверях вот такие вот есть погрешности которые требуют дополнительной грунтовки а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...